Верховная Рада проголосовала за запрет возвращать бывшим владельцам банки, выведенные с рынка. Законопроект получил скандальную известность благодаря рекордному количеству поправок. Как прошло голосование так называемого антиколомойского закона, видела Юлия Крючкова. Стабилизация финансового рынка страны и возможность получить кредит МВФ. Нардепы, наконец, приняли во втором чтении закон о банках. В зале Рады присутствовал президент Владимир Зеленский. Я возвращаюсь к вам с повагой и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику. Как минимум, принаймні, должен защитить ее и допомогти Украине именно сейчас. Против закона выступили фракции «Батьківщина» и оппозиционная платформа «За жизнь». Нам рассказывают, что это антиколомойский закон. Нет, если он антиколомойский, то пусть он относится только Приватбанку. Только тех банков, которые брали рефинансирование и не повернули. Банковский закон рассматривали по специальной процедуре, ведь на него подали больше 16 тысяч поправок. За каждую в зале голосовать не пришлось. Их все ранее рассмотрели в профильном комитете. Проект містит деякі дуже важливі речі, як неможливість повернення банку к колишньому власнику, а компенсация виключно грошима. Як алгоритм щодо визначення цієї грошової суми. Ну і інші, інші, інші моменти, які дуже важливі на сьогодні для стабілізації банківської системи. Принятие банковского закона було ключевим требованием Международного валютного фонда для подписання новой кредитной программы с Україной. Теперь транш МВФ можно будет получить в течение нескольких недель. Юлия Крючкова, Игорь Каркадым. Киев. Твой дом. Юлия Крючкова, Игорь Каркадым.